Ребята, вы знаете, чья я дочь? Ступайте за мной. Как вы служили моему отцу, так и мне послужите верностью вашей. С этими словами в ночь на 25 ноября или 6 декабря по новому стилю 1741 года в окружении роты Преображенского полка вступила на российский престол одна из самых ярких наших императриц. Дочь Петра Великого Елизавета. Передача вторая. У нас в гостях историки Галина Бабкова и Александр Каменский. Здравствуйте. Галина Бабкова окончила историко-филологический факультет историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета. Кандидат исторических наук. Доцент кафедры политической истории факультета истории Государственного университета Высшая школа экономики. Автор публикации Екатерина II. Избранные труды. И я стараюсь об общем благе провинциальный дворянин уложенной комиссии. Александр Каменский. Выпускник исторического факультета Московского областного педагогического института. Доктор исторических наук. Декан факультета истории Государственного университета Высшей школы экономики. Автор книг и публикаций в том числе. Повседневность русских городских обывателей. Исторические анекдоты из провинциальной жизни XVIII века. Подсенье Екатерины II. половина XVIII века. И от Петра I до Павла I. Реклама в России XVIII века. Опыт целостного анализа. Нужно сказать, что это проявилось в самих событиях переворота. Что власть, верховная власть, при, так сказать, всем ее ореоле святости, тем не менее, она гораздо ближе была к людям, чем мы это себе представляем и можем себе представить. Потому что, да, мы когда читаем, скажем, об императрице Анне Ивановне, что она любила проводить время, сидя в окошко Зимнего дворца и глядеть на улицу. И могла какого-то прохожего подозвать к себе и спросить что-нибудь. То есть вот это абсолютно, да, мы, так сказать, такая вот домашняя как бы сценка. XX века отучил нас от таких возможностей. Он XX века отучил, и мы даже, как это так, да, это невозможно. При том, что, понятно, там стоят солдаты, они охраняют дворец, есть посты, так сказать, все. Но, тем не менее, вот эта площадь перед дворцом, по ней ходят люди, причем самые разного состояния, как в ту пору говорили. И крестьянин может пройти, и горожанин может пройти, и офицер может пройти. Вот она увидела там вот какой-то человек, там несет что-то вот такое непонятное, она его подзовет, говорит, что ты такой-то несешь. То есть, в этом смысле соприкосновения гораздо больше. Потом вот эти солдаты гвардейские, которые стоят на карауле во дворце, он что, он сменился с поста, пошел в кабак, там он сидит за столом. С ним за столом сидят какие-то вот случайные зачастую люди. Причем он сам, этот солдат, в своей повседневной жизни, он постоянно общается с самыми разными людьми в городе. Помимо того, что он в кабак ходит, он где-то квартиру снимает в каком-то доме, там какие-то соседи есть. Причем солдаты зачастую это люди семейные. То есть, вот там происходит... То есть, не обязательно казарма, в чистом виде. Ну, потом мне нужно забывать, что есть целый штат людей, которые обслуживают жизнь двора. И подают к столу, одевают, раздевают, обслуживают какие-то гигиенические нужды. Лечат, к этому мы вернемся позже. Да, лечат, об этом тоже стоит поговорить. И это тоже большое количество людей, которые выносят, можно так сказать, ссоры за сбы. Они видят, как эта жизнь происходит, они, естественно, формируют свое мнение о том, правильно это или неправильно, исходя из своих каких-то представлений. И они влияют на общее мнение, которое есть в этот момент в столице. Когда вот сидят в кабаке солдат, скажем, гвардеец, гренадер, преображенец, и сидит некий зеленый, скажем, солдат, вот такой из рядовых, и вот он ему рассказывает, а вот государыня сегодня делала то, а государыня сегодня делала это, а затем они выпивают еще, затем они выпивают еще. И этот вот молодой солдат, он, наслушавшись, наслушавшись, идет и пишет донос. В этом случае, поскольку присутствует такое подозрение на слово и дело, и чтобы обезопасить себя, он это делает. Но, естественно, что этот донес, а ведь есть другие люди, которые слышат, которые своим образом это интерпретируют и передают. Поэтому в этом смысле мы можем говорить об общественном мнении. Другой вопрос, распространяется ли оно за пределы столицы? Каким образом эти слухи уже циркулируют даже в Центральной Европейской России, не говоря об Урале и Сибири? Здесь возможность их вот так проследить, зафиксировать и на сегодняшний день изучить, она мне кажется достаточно сложна. Но вот общественное мнение, естественно, присутствует. Вот давайте потом подумаем вместе о том фоне, который сложился к 40-му году. Вот год примерно, даже год с небольшим, предшествовавших перевороту 25 ноября 1741 года, это время, которое было, так я бы сказал, наполнено очень многими событиями. И эти события, поскольку они следовали одно за другим, они, как мне кажется, вообще вносили некую сумятицу в головы современников, потому что они как-то вот не укладывались в какую-то такую традиционную схему восприятия власти. И вы, между прочим, очень хорошо заметили, что действительно власть и некоторые, по крайней мере, из ее представителей, они были озабочены действительно тем, какие слухи ходят по городу. И когда после смерти Анны Ивановны началось довольно известное следственное дело в тайной канцелярии, был арестован целый ряд лиц, которые вроде бы составляли заговор против Берона, среди них был чиновник такой Яковлев, который, среди прочего, переодевшись в простое платье, ходил по городу и слушал, о чем люди говорят. То есть вот такой эпизод тоже был, то есть он действительно, причем это был человек, так сказать, непростой, вот он лично сам вроде бы писал, так сказать, составлял важные документы, связанные с приходом Берона к власти. Эрнст Иоганн Берон, граф, фаворит императрицы Анны Иоанновны, оберкомердер ее двора, герцог Курлянский. В 30-40-х годах 18-х полетия пользовался неограниченным доверием императрицы. После дворцового переворота 1740 года был арестован и сослан. В 1761-м помилован императором Петром III. Екатериной II Берон был восстановлен на Курлянском герцогском престоле. Умирает Анна, октябрь 1740 года. Выцаряется младенец император Иван Антонович. Младенец, которому несколько месяцев он родился в августе того же 1740 года. С ним что-то не очень понятно, потому что папа у него явно не православный. И это сильно не нравится людям. Мама, она вроде православная, но тоже как-то сомнительно православная. И кроме того, про нее мало чего известно. Она какая-то... она вообще вот такая вот... Анна Леопольдовна, это такая вот серая мышка, я бы сказал. При том, что она была довольно миловидная, там, симпатичная по отзывам современников. И есть очень, так сказать, благоприятные для нее отзывы. Но это вот какая-то такая фигура, про которую даже и историки-то, в общем, очень мало знают. Вот что она... Она... я бы сказал так вот. Явно, что Анна Леопольдовна не была, так сказать, какой-то вот яркой личностью. Понимаете? Вот. И в народе о ней тоже очень малоизвестно. Анна Леопольдовна, правительница Российской империи при Иване VI Антоновиче с ноября 1740 по ноябрь 1741. Дочь герцога Микленбург-Шверинского и Екатерины Ивановны, дочери царя Ивана V Алексеевича. В 1722 года Анна Леопольдовна проживала в России. Была выдана замуж за принца Антона Ульриха Браулшвейского. Их малолетний сын Иван, по завещанию императрицы Анны Ивановны, после ее смерти был провозглашен императором. К власти приходит Берон. И это вызывает недовольство, прежде всего, у гвардейцев. Но каким образом у гвардейцев? Кто, прежде всего, из гвардейцев недоволен? Прежде всего, недовольны Семеновцы. Семеновский полк. Почему? Потому что шефом Семеновского полка является принц Антон Ульрих. И среди семеновцев начинают ходить слухи, что Берон собирается набрать немцев вместо русских офицеров. И вообще гвардию хочет распустить и стягивает армейские полки, а гвардейцев собирается из Санкт-Петербурга выслать. Куда-нибудь на войну. Войн там много было. И вот когда вот это дело, мною вышеупомянутое, следственно, начинается, там есть очень такая, я бы сказал, характерная черта, когда допрашивают арестованных офицеров, и они рассказывают, что видели, что слышали и так далее. Там есть масса таких для нас важных мелочей, как бы я бы сказал, черточек. Вот многие офицеры, как выясняется, печалуются по поводу того, что обошли, обошли Антона Ульриха и Анну Леопольдовну, то есть родителей императора, вот вместо них Берон, обошли и, как во многих этих документах сказано, там вот офицер такой-то плакал, плакал и говорил, вот несправедливо. Кому отдали государство, что не тем отдали государство. Природных обошли, а он совсем незаконное, незаконное правление. Берон получил власть незаконно. И потом ведь нужно понимать, что постоянно ходят слухи на тему того, что завещание Анны, подписанное задним числом, была проставлена дата 6 октября, а на самом деле оно, видно, было подписано в 15-16 числах, то есть уже практически накануне ее смерти, завещание Анны считается подложным. Ходят слухи о том, что это Берон его составил, что на самом деле она не хотела назначить его регентом, что регентом планировалась либо Анна Леопольдовна, либо Антон Ульрих, а что Берон хотел захватить вообще всю власть в свои руки. И нужно еще понять, что высшую аристократию это тоже раздражает. Потому что ведь у Берона есть планы женить своего сына на Елизавете, потом был план женить своего сына Петра Берона, даже на Анне Леопольдовне, из-за чего она вообще согласилась выйти замуж за Антона Ульриха в 1939 году. До этого у них очень все было так непонятно и нестабильно. После этого Берон собирается выдать Елизавету за Людвига, ну то есть Берону Швейского. Очень мало каких-то вот таких матримениальных планов, которые могут Берона выдвинуть из рядов аристократии, поставить его выше, а на каком основании, чем в принципе он это заслужил. И в общем эта ситуация выглядит достаточно такой тревожной, негативной, постоянно некие слухи. В результате Берон остается регентом всего в течение трех недель. Патриотический порыв, с одной стороны, это был повод, а реально была борьба за власть против партии, скажем так, отечественной, против партии иностранной. Ну тут я уж не говорю... Ну понимаете, вопрос о том, присутствует ли в это время патриотизм, и что такое в это время означает патриотизм, это вопрос открытый. Но естественно, слух о том, что он собирается привезти в гвардию немцев, а нас распустить, этот слух раздражал. И если в этом видеть патриотизм, то да, в какой-то степени он присутствовал. Но с другой стороны, это во многом именно борьба партий. И ведь Антон Ульрих, он после следствия, о котором говорил Александр Лорисович, вот после ареста этого Яковлева, а Яковлев-то ходил и собирал слухи для того, чтобы потом их донести Антону Ульриху, и его ведь тоже допрашивают. И Антон отказывается от всяких притязаний на престол. Он даже соглашается не быть шефом Семеновского полка, но сохраняет за собой эту должность. То есть он вообще от всяких притязаний на власть отказывается. Но с другой стороны, начинают циркулировать слухи о том, что Берон очень нехорошо ведет себя по отношению к Анне Леопольдовне и к Антону Ульриху. Что он их бронит, что он о ней нелестно отзывается, что он указывает ей, что делать. И это в его пользу совершенно не играет. Ну и с другой стороны, есть фигура Минниха, которого не нужно забывать, который не стал генералиссимусом. Он очень обижен. Почему вот один, а не другой? И поэтому зреет такой заговор, который на самом деле можно назвать таким чисто дворцовым переворотом, когда группа людей приходит, арестовывает Берона, и власть в рамках, скажем, дворца переходит от одного человека к другому. Но опять же, это, как мне представляется, достаточно сильно влияет на то, что мы называем общественным мнением. Потому что ощущается в ситуации нестабильность. Вот умерла Анна, вот какие-то слухи, что завещание настоящее, ненастоящее, три недели опять некая смена власти. То есть можно говорить о неком поражении умов и об общении стабильности. Насколько озабочено было русское общество, скажем так, общественное мнение, вот чтобы спокойно был государь или государыня, чтобы все она правила и все мирное житие, чтобы было, и благоденствие. Ну, безусловно. Общество, прежде всего, если иметь в виду под обществом, вот опять же, Петербург, дворянство, людей служащих, государственных служащих, военных и так далее, прежде всего заинтересованы в стабильности. И несомненно, потому что стабильность для них, это что такое? Это уверенность в завтрашнем дне. И они, безусловно, в этом смысле заинтересованы в том, чтобы власть не менялась каждые две недели. И чтобы было понятно, что происходит. И в этом смысле ситуация с младенцем императором, она еще для них, так сказать, тревожна, потому что ведь, ну, непонятно, вот сейчас, значит, вот Берон. Теперь Берона свергли, сверг его Минник, но Минник при этом уходит в отставку. Власть, вроде бы, правительницей становится Анна Леопольдовна. Она правительница, но она, вроде бы, и не правит. Вроде бы, реально страной управляет Астерман. Ну, а, ну, младенец-то, вот он же растет, и что дальше будет? Вот он вырастет, вот он, может быть, в 10 лет там уже попытается как-то чего-то делать, а может быть, дорастет пока до 14 лет. Непонятно. В общем, вот это, безусловно, ситуация нестабильности. Это одна сторона. А вторая сторона, вот на которую я бы обратил внимание, и она, мне кажется, очень такой вот интересной в данном контексте, это то, что, собственно говоря, вот после смерти Петра мы видим, как политическое устройство страны, которое называется монархия, она приводит к власти и вовлекает вот в этот круговорот политических событий людей, которые совершенно как бы не созданы для того, чтобы править. И которые, в общем-то, являются жертвами. Потому что мы можем себе представить, что принцесса Мекленбургская Анна Леопольдовна, если бы вот тетка бы ее в Россию-то не позвала бы, она бы вот выросла там где-то в своем Мекленбурге, и ее бы благополучно выдали бы замуж за какого-нибудь такого же масштаба, так сказать, немецкого князька. Она бы благополучно с ним прожила бы всю свою жизнь, родила бы там кучу детей, и все бы было замечательно. Тот же этот Антон Ульих, несчастный, который, в общем, все, что мы о нем знаем, так я бы сказал, вызывает уважение к этому человеку. То, как он будет себя вести уже после переворота, это вызывает, безусловно, уважение. Но это был явно человек, абсолютно не приспособленный для того, чтобы не то, что Россией править, а может быть, даже и каким-то вот Броншвейгом он бы не смог управлять. Вот. Ну, просто вот-вот, ну, человек вот-вот прожил бы, опять же, свою жизнь, так сказать, где-то у себя на родине, совершенно спокойно там, стреляя уток, и, так сказать, занимаясь вот какими-то такими мирными вполне делами. Вот. А вот история, события вот эти, они вовлекают их вот в такие вот катаклизмы, и действительно вот делают жертвами этих событий. А насколько влияние иностранного фактора, я имею в виду, тут по перевороту мы потом это увидим, насколько иностранные послы или интересы иностранных держав были заинтересованы в поддержке той или иной партии, ведь надо понимать, что шли и войны, и Россия была в той или иной коалиции, и смена вектора в Петербурге меняла вектор русской политики в Европе. Это же было серьезно, и этим грамотные люди тоже занимались. Но вообще, 1740 год, это в целом в чем-то год знаковый для Европы, потому что в этом году Фридрих II возглавляет Пруссию, умирает его отец. В это же время в Австрийской империи умирает Карл VI, и в декабре Фридрих вводит войска в Селезию, что служит началом войны за австрийское наследство, которое, по сути своей, переделило Европу. И в этой ситуации, естественно, что европейские дворы заинтересованы в том, чтобы выяснить, какой позиции будет придерживаться Россия. И если посмотреть, в 1939-1940 год в Россию приезжает целый ряд новых посланников, основная задача которых добиться неких договоров, выгодных для них. В 1939 году приезжает известный Шатарди, который затем будет принимать участие, как считается, или будет помогать, как считается, перевороту Елизаветы. В 1940 году приезжает английский посол Финч. И у каждого из них своя цель, у каждого из них своя задача. В 1941 году заключается договор между Россией и Англией. Параллельно Россия заключает договор с Пруссией, русско-прусский союз, что на самом деле означает, что Россия отходит из своего старого союзника Австрии. Но ведь эта ситуация международная, она ложится на общую ситуацию, которая существует в стране. И слабость Анны, не Анны Леопольдовны, слабость ее как правителя, неспособность ее руководить группировками, которые существуют при дворе, приводит к тому, что отсутствует некая единая политика в международном плане. В чем это выражается? Астерман выступает, например, за союз с Пруссией, но кабинет министра Михаил Горбилович Головкин, у которого с Астерманом очень сложные отношения, тот ратует за союз с Австрией. При этом не нужно забывать, что у Анны, в ее очень близкий круг ходит Ленар, ее, видимо, Монами, а он саксонско-польский посланник, и он тоже поддерживает некоторым образом интересы австрийцев. То есть Россия оказывается вовлечена в общую некую такую международную ситуацию, и естественно, что эта ситуация оказывает влияние и на двор. При этом как-то и англичане, и россияне просмотрели договор, заключенный между пруссаками и французами, и результатом одним из условий этого договора было то, что Франция должна вовлечь в войну союзников Австрии, то бишь Россию, и в августе 1740 года начинается русско-шведская война. И это тоже играет свою роль, потому что шведам нужно каким-то образом, их задача пересмотреть нештатский мирный договор, им нужно каким-то образом заручиться поддержкой некой партии при дворе. И здесь начинает всплывать Елизавета, потому что уже в марте 41-го года ходят слухи о том, что вот как-то послы начинают заглядывать и в Малый Елизаветинский двор. Русско-шведская война 1741-1743 годов была попыткой Швеции вернуть утраченные после Северной войны территории. Русские войска под командованием Петра Петровича Лася и флот одержали ряд побед. Война завершилась Абусским миром 1743 года. Были подтверждены условия нештатского мира 1721 года. То есть международная ситуация сложна, и она оказывает влияние на внутреннюю ситуацию в России. А русские военные подразделения, корпуса, они присутствовали в Европе в этот момент? Шли военные действия? Нет, только вот когда началась война со Швеции, тогда, так сказать, вот началось... Да, это был предлог, что зимой посылают воевать со шведами, это было предлогом недовольства. Обратим внимание на то, что вообще, если так взглянуть на внешнеполитическую, дипломатическую историю Европы 18 века, то можно увидеть, как на протяжении всего столетия существует несколько коалиций, члены которых постоянно тасуются между собой. Это, как, знаете, известная игра в пятнашке, когда там вот эти косточки. Это вот так вот происходит. То Франция на стороне Пруссии, то Франция с Австрией, то Англия с Пруссией, то Англия в другом месте. И вот это все время происходит, вот такая вот, как бы, перетасовка. И вот то, что Галина Олеговна говорила сейчас, в частности, о противоречиях и сложных взаимоотношениях Головкина и Астермана, это ведь тоже, так сказать, мы вряд ли можем сказать, что вот Астерман или Головкин, скажем, выражали... Вот эта позиция была выражением национальных интересов России, понимаете? Вот это понятие национальные интересы, оно, в принципе, вот как бы очень плохо приспосабливается к этой ситуации. Потому что, если бы, так сказать, вот Астерман выступал бы не в пользу союза с Пруссией, а в пользу союза с Австрией, то мы можем предположить, что Головкин был бы, опять же, на противоположной стороне. То есть за этим не были... Лишь бы против. Да, да, за этим не стояли какие-то идейные соображения, а за этим, опять же, стояла прежде всего борьба за власть. Хотя при этом Астерман, несомненно, был чрезвычайно талантливым государственным деятелем, который, в общем, был, так сказать, творцом Русско-Австрийского союза 1726 года, который, ну, оказывал влияние в течение нескольких десятилетий на русскую внешнюю политику. Проще говоря, современным языком, внешнеполитической доктрины как таковой у России в это время не было. Она была очень личностно окрашена, получается? Да, она была личностно окрашена, во-первых. А во-вторых, вот существует... Причем это, в общем-то, характерно не только для России. Мы можем говорить, что там вот перед Пруссией стояли какие-то задачи определенные, связанные с территориальными захватами. Когда Фридрих II пришел к власти, вот он начал реализовывать эти задачи. Это вот в каком-то смысле, видимо, можно рассматривать, как национальные интересы Пруссии вот на данном этапе. Фридрих II Великий, прусский король с 1740 года, участвовал в Семилетней войне в первом разделе Польши, в результате чего территория Пруссии почти удвоилась. Фридрих II Великий являлся одним из главных представителей так называемого просвещенного абсолютизма. Фридрих II считался одним из самых лучших руководцев 18-го столетия. Вот во все это еще в течение 18-го века очень активно вмешивались всякие династические отношения, потому что вот ведь Анна Леопольдовна принцесса Метленбургская, значит, муж у нее принц Антон Брауншвейгский. Брауншвейгский дом состоит в родстве и с австрийским домом, и с прусским домом. Фридрих II женат на, если меня память не изменяет, двоюродной сестре принца Антона Ульриха. То есть там вот еще вмешивается вот это все, понимаете? И поэтому, так сказать, вот это такой сложный, очень запутанный клубок, в котором отделить личные интересы действующих лиц, корыстные их интересы, династические интересы, национальные интересы, вот это все перепутанно, и разделить это чрезвычайно сложно. Но если говорить вот о восприятии русского общества еще, то помимо, так сказать, вот этого недовольства, то мне кажется, тут очень важно вернуться к тому, с чего мы начали сегодня, а именно еще к вопросу о легитимности и восприятию вот этой легитимности. Те материалы, которые мы имеем, те источники, которые сохранились, они показывают, что, конечно, вот этого представления о легитимности власти, Иван Антонович, Иван VI стал российским императором в полном соответствии с русским законом. Вот ничего противозаконного нет. Но для русского человека важнее то, что русский человек понимает как справедливость. Закон – это что-то второстепенное. А вот справедливость, которая не всегда совпадает с законом, да? Вот по закону или по понятиям. Вот это вот отсюда идет ведь. Несправедливо. Несправедливо это. Законно, но несправедливо. И вот это вот чувство несправедливости – это тоже такой важный стимул в тех событиях, которые приведут Елизавету Петровну к власти. Гвардейские солдаты слушают рассказы своих старших товарищей, ветеранов о Петре Великом. И это вот очень занятно ведь, что, так сказать, мы знаем прекрасно, что при жизни Петра о нем ходили самые разнообразные, так сказать, в народе истории. Ну да, более чем. Да. А потом это все постепенно уходит, как часто бывает, да? Вот все, так сказать, негативное уходит. То, что живодер был, это, так сказать, уходит. Остается вот этот позитивный, особенно позитивный образ, особенно среди солдат, которые воевали, которые помнят этого воина-императора. И они рассказывают. И вот говорят, а вот дочка тут есть. А дочка эта приезжает в казарму, она вот крестит у них гвардейских солдат детей. Она после крестин с ними вместе чарку водки опрокидывает. Своя. Она свомала того, что она дочь, вот в ней эта вот эта кровь течет. Причем они ее воспринимают, что ведь очень интересно, они ее воспринимают как русскую. Вот она русская. Вот Анна Леопольевна, она не русская. Иван Антонович тоже с ним непонятно. И когда, кстати, приносят присягу Ивану Антоновичу, когда он рождается, приносят ему присягу, то были, их было немного, но были случаи, когда люди отказывались приносить присягу, говорят, что потому что он не православный. Хотя он, безусловно, был крещен в православии. Вот. Антонович тем более не русский. А это русская, хотя на самом деле мы знаем, что мама-то у нее была все-таки не вполне русская. Она русская, она красивая. Красивая. Она красивая, она доступная, она дочь Петра. Александр Борисович совершенно верно говорит, что 39-е, 40-е годы, вообще конец 30-х, начало 40-х формируется образ Петра как некое место памяти. Как создается некая идеальная фигура, некая идеальная модель воспоминаний. В это время становится, это видно по спискам книг синодальной типографии, становится понятно, что растет число книг, которые покупают, и книг о Петре Первом. А начинают появляться сказки, в которых фигурирует Петр. И что важно, Петр он рядом с солдатом. Ведь если почитать сказки о Петре, записанные, ну, конец 18-го, 19-го века, то он с солдатом, он очень прост, он ворует, он может украсть, он где-то с разбойниками, он такой немножко, вот без солдата ему никуда. Но о чем это говорит? О том, что это часть повседневной жизни, о том, что это наш государь. Вот с ним можно как бы за панибрата почти. А здесь Елизавета, которая приезжает и которая дает эту возможность быть за панибрата, реализовать на практике. Естественно, что к ней отношения положительные. И здесь есть еще... Она с акцентом говорила, кстати, или хорошо по-русски? Нет, я думаю, что она говорила по-русски совершенно свободно. Ну, лучше, чем... Ну, наверное, лучше, чем нет. Вряд ли, вряд ли. Вряд ли какой-то акцент был. Это тоже важно. Ну, она вообще своя. А потом еще нужно учитывать, что ведь Антон Ольех, он пытается наводить порядки в гвардии. Он создает гренадерскую роту в Преображенском полку, их там 300 человек. И он начинает их муштровать, определенным образом одевать, проводить эксерсисы. Их начинают штрафовать за выпивку, за то, что не так держат ружье, за то, что не так стоят в строю и так далее. А это очень не нравится. Потом начинается война. Ходят слухи о том, что эту самую гренадерскую роту могут отправить на фронт военных действий. То есть они уедут из Петербурга. Этого никому не хочется. И потом, видимо, во внешности Антона не было мужественностью. Он такой белокурый, такой стройный, такой вот. Он не русский, он не свой. А вот это вот здесь наша русская красивая женщина. И естественно, что вот это вот раздражение тем, что делает Антон Ульих, оно начинает отражаться и в делах тайной канцелярии. Потому что есть исследования, которые говорят о том, что в начале правления Анны неких, скажем так, анти-аннинских, имеется в виду Анны Леопольевны, и анти-антоновских настроений их практически нет. А постепенно эти настроения начинают накапливаться. И постепенно начинают появляться слухи о том, что вот они немцы, что вот это некое незаконное правление, что почему престол перешел к ним, а вот есть Елизаветы и так далее. То есть можно говорить о том, что среди гвардейцев, то есть среди тех людей, которые реально будут потом совершать переворот, растут в целом анти-государственные настроения. И эти анти-не-государственные такие, анти-настроения против вот правящих фигур. А затем эти настроения просто будут определенным образом использованы. Получилось так, что народная энергия сформировала отношения. И это отношение легло в основу, ну фактически они вынуждены были совершить переворот, иначе бы все закончилось плохо. Это знаменитые там две картинки, либо вас в монастырь пострекут, либо вы будете в Судините Славе. Они легли вот на уже подготовленную почву. Вроде как вот сама судьба вела ее к принятию этому решения. Не было это все инспирировано. Да, я думаю, что, понимаете, во-первых, вот это возникновение идеального образа Петра Великого, этому способствовало еще, конечно, то, что, ну собственно, все правители после Петра, так сказать, проигрывали на его фоне явно. Но при этом, если Анна Ивановна все-таки была женщина видная, большая, короткая, да, и как бы в ней какая-то сила ощущалась, то Анна Леопольдовна, она же при этом еще очень не любила вообще всякие публичные мероприятия, она не любила показываться, так сказать. И когда она это делала, вот когда вынуждена была, да, если она могла этого избежать, она этого избегала. Она явно, вот если Анна, ну пусть там Анна Ивановна, там про нее, там ходили разные слухи, там вот она жадная, там она там, вот у нее Берон, там. Но какая-то личность, вот какие, а здесь вот что-то такое, вот совершенно бесцветное. И слухи, которые ходят об Анне Леопольдовне, они уж совсем какие-то, совсем неприятные, потому что там, так сказать, с ее вот личной жизнью там не все понятно. То у нее там вот этот Ленар, то ли он у нее в любовниках, то ли вот у нее там какая-то вообще уж совсем, по понятиям 18 века, уж просто вообще невозможная связь с фрейлиной Менгден и так далее. То есть вот это все, а уж то, что она государством не правит и не желает заниматься государственными делами, это как бы самое очевидное. Вот на этом фоне, безусловно, это вырастает. А что касается Елизаветы, то Елизавета играет какую-то свою игру. Даже вот мне кажется, что трудно сказать, так сказать, приходила ли ей в голову поначалу самой мысль о возможности занять престол. Я не исключаю того, что, так сказать, сама идея была подсказана вот этими иностранными дипломатами, шведским послом Нолькиным и французским послом Шитарди, которые играли свою игру и, так сказать, вот интриговали в пользу Елизаветы, надеясь реализовать какие-то свои задачи. И, может быть, это вот подтолкнуло. Но Елизавета с ними как бы вот ведет такую политику, игру такую достаточно тонкую, которая будет характерна вообще для нее. И потом, когда она станет императрицей, она им ни да ни нет не говорит. То есть вот... Она берет деньги, но не говорит ни да ни нет. А деньги берет, конечно, как же деньги не взять? А там надо от нее шведы все время бумагу требуют подписать. Она, значит, это вот... И в общие слова о том, что у нее есть своя команда. Что вот есть некий заговор, план, что есть люди, которые ее поддерживают. Но если смотреть переписку дипломатов, да, дипломатический дипломат, никаких подробностей. Только общие слова. Что интересно, что за два дня до переворота тот же самый Шитарди пишет, что если вот эта вся ее команда и эта группа поддержки, это не фантазия, то тогда, наверное, вот то-то и то-то возможно. То есть он сам сомневается в наличии у Елизаветы некой реальной опоры. Он пишет в этом послании, что вот за два дня до переворота, действительно, он пишет, что вот если там чего-то у нее есть, то тогда, будущее весной, когда шведская армия начнет наступление, и это наступление будет успешно, вот тогда, значит, Елизавета сможет прийти к власти. И через два дня она на престоле. Правительство имело, скажем так, информацию о заговоре, потому что еще в марте месяца 41-го года Финч, английский посол, он говорил о том, что вот сведения есть, что при малом Елизаветинском дворе что-то планируется, и что они хотят вообще отстранить правительство от власти, что есть некий заговор. Но к этой информации в телу разных причин относились недостаточно серьезно. Потому что ведь и Астермана предупреждали, его предупреждали прусаки перед самым началом заговора, Мардекель предупреждал. И, видимо, это стало причиной разговора 23 ноября, который состоялся между Анной Леопольдовной и Елизаветой. Но при этом никаких, скажем, мер для того, чтобы этот заговор остановить, чтобы каким-то образом препятствовать этого, никаких решительных мер принято не было. И Анна Леопольдовна, по-моему, даже Астерману направила записку, что все нормально, не трогайте ее. Ничего, все хорошо. Я ей верю, она совершенно ни в чем не виновата. Я ей доверяю. А на самом деле это ведь запустило как раз пружину того, что затем превратилось в заговор. Потому что его планировали проводить в тот момент, когда гренадеры Преображенской, этой гренадерской роты, они будут на карауле во дворце. А в это время дежурят семеновцы, и гренадерам приходится договариваться, с семеновцами, и нужно не забывать, что у семеновцев все-таки шеф Антон Ульрих. Но видно, к тому моменту он тоже как-то им немножко надоел, потому что во время заговора они практически не оказывают никакого сопротивления. И преображенцы их предупреждают, что вот в ночь 24 на 25 Елизавета Цесаревна, она появится в Зимнем дворце. Лейбгвардии Преображенский полк был одним из старейших полков в Российской императорской гвардии, первый по старшинству в российской армии. Сформирован Петром I в конце 17 века из потешных в дворцовом селе Преображенское под Москвой. Лейбгвардии Семеновский полк, второй по старшинству в российской армии. Полк был сформирован Петром I в конце 17 века из потешных в селе Семеновское под Москвой. Сама атмосфера заговора, она, конечно, присутствует в Петербурге. И это, между прочим, точно так же будет потом в 1762 году, будет точно так же в 1801 году, когда в Петербурге, вот, говорят, будет заговор, будет переворот. Будет переворот, понимаете? Нам вот сейчас, да, трудно себе представить, что, так сказать, вот ходят по Москве слухи, что там через три дня будет переворот, да, и все так спокойно это обсуждают, да? Будет, не будет. Но для, в общем, достаточно патриархального общества, это достаточно, так сказать, ну, такая вот ситуация. Видимо, знаете, вот я вспоминаю, как в более, так сказать, понятное нам время, в конце 70-х годов, одна моя знакомая была в качестве переводчика в Афганистане, она вернулась и говорит, вот в Афганистане, говорят, что через месяц там будет переворот. Через месяц действительно произошел переворот, власть переменилась в Афганистане, это было в 77-м, если я не ошибаюсь, году. Вот эта вот психология такая, в некотором смысле, ну, понятно, да, Афганистан 20-го века вполне патриархальное общество, вот, и в России это вот, это связано вот с близостью двора, опять же, вот эти вот слухи и так далее. Вот, и еще один, конечно, момент, это вот эта легкость. Вот Калина Олеговна сейчас говорила о том, что вот преображенцы, они как бы легко вроде бы договорились с семеновцами, но дело в том, что, опять же, вот документы тайной канцелярии, относящиеся к 40-му еще году, они показывают, что между семеновцами и преображенцами была очень тесная связь. И семеновские преображенские офицеры вот в этом заговоре против Берона, когда они между собой, так сказать, общались, то недовольные Бероном семеновцы, они пеняли преображенцам за то, что те вот как бы не начали бучу никакую, так сказать, ничего не устроили. И они говорили, ну вот если бы преображенцы бы начали, то мы бы, конечно, тоже вместе с ними. Тут уж никаких сомнений нет, а одни как же мы им не можем. И тут, когда 300 гренадер, а, кстати, сказать, вне зависимости от того, даже какие были настроения у семеновцев, то понятно, что количество солдат, которые были во дворце, было значительно меньше, чем 300 преображенских гренадер, которые туда пришли. Есть данные о том, что в октябре, ноябре, ведь Анна даже планирует принять некую новую форму того устава о наследии, который был подписан Анне Иоанновной. И в этом принимает участие, если я не ошибаюсь, в новгородской архиеписком Амбросе, который затем сам вна будет благодарить Бога за то, что Елизавета пришла к власти. Ведь по тому документу, по тому уставу, который подписала Анна, к власти приходил Иван Антонович. При нем до 17 лет регентом должен был быть Бирон. Причем даже предусматривалось... И Бирон, он по сути своей наделялся функциями как императорское величество. Он имел право распоряжаться финансами, начинать войну, заключать мирные договора и так далее и тому подобное. Причем даже отдельно предусматривалась возможность того, что с ним что-то может случиться. И тогда должно было собраться, так сказать, высшее мюрократие, высшее аристократие и выбрать нового регента. С теми же полномочиями. С теми же полномочиями. И после того, после, соответственно, Ивана Антоновича, ему должны были наследовать его братья. Но уже в 1941 году у Анны Леопольдовны рождается дочь. И у нее, у Анны, появляется мысль неким образом изменить. Неизвестно, будут еще сыновья или нет. Появляется мысль изменить этот устав и создать новый, в рамках которого Иван Антонович. А после него будет возможность дочерей наследовать. А уже после этого, если дочерей не будет, с ними что-то случится. Или вообще не будет наследников. То тогда престол может перейти к Анне Леопольдовне. И в принципе даже считается, что это был один из моментов, который мог подвигнуть Елизавету к таким активным действиям. Потому что она, скажем, летом после рождения Ивана Антоновича, летом, осенью, она ведь полагала, что с ним может умереть. Детская смертность в это время очень высокая. И вот если что-то тогда случится, то кто законный наследник? Дочь? Нет. Скажем так, дочь имеется в виду Елизавета, дочь Анны Леопольдовны нет. Анны Леопольдовны нет. Ну кто может быть наследником? Она может быть наследником. И одна из возможностей начала переворота, она как раз и связана с потенциальной смертью или с возможной смертью Ивана Антоновича. Елизавета, которую мы знаем, что она действительно сама, так сказать, вместе с этими гвардейцами, по одной из версий они ее несли на руках, потому что вот они доехали, подъехали к Зимнему дворцу, потом, значит, там нужно было пройти ногами. Чтобы не слышать никого, чтобы не создавать. Она вылезла из саней, стала путаться в юбках, они ее подхватили, понесли на руках. При этом она ведь еще к тому же приехала, когда в казарму, она приехала, она надела кирасу. То вот она совершила подвиг и, как было сказано в проповеди, не жалея живота своего и, так сказать, подвиг радиотечества. К сожалению, так случилось, что вот в 18 веке, после Петра, на протяжении нескольких десятилетий, приходят люди, с одной стороны, вот, как я уже говорил, не такие яркие, проигрывающие явно на фоне Петра. А главное, что это приходят люди, и это относится к Елизавете, приходят люди, в отличие от Петра, не имеющие каких-то четких представлений о том, что нужно делать, собственно говоря, оказавшись на вершине власти. То есть, иначе говоря, выражаясь современным языком, не имеющие какой-то политической программы, которую бы вот они стали реализовывать, придя к власти. Потом программа одна, прийти к власти, и тем самым уберечь себя и своих... Потом ее удержать, да. Для того, чтобы ее удержать, нужно каким-то образом ее идеологически оформить. Потому что все время давать, там, 3 рубля, либо вставлять бочки с пивом и мином на площадь, чтобы всех напоить, это хорошо сразу после переворота, но затем этих пьяных людей, их нужно каким-то образом утихомирить и нужно править. И здесь, естественно, что у Елизаветы сразу в первых ее уже манифестах четко высказывается мысль о том, что она будет править на Петровском фундаменте. Но, скажем, мысль не новая, потому что манифест о вступлении на престол Ивана Антоновича был выдержан в том же самом примерно духе. Но мысль, которая затем стала основополагающей для всего ее царствования, она хочет вернуться к фундаменту. Это вот был некий правитель, которые от него отошли, которые извратили, которые довели Отечество неизвестно для чего, а теперь мы ко всему вернемся. И первые реформы, это реформы, связанные с упразднением кабинета министров, с восстановлением Сената, то есть к возвращениям с Петровским началом. Другой вопрос состоит в том, насколько это возвращение было реализовано на практике, но идеологически оно было заявлено как цель нового царства. Для вот этой массы людей, для гвардейцев, которые переворот совершали, для, может быть, значительной части населения Петербурга, которая разделяла эту интенцию, вот этот сюжет с легитимностью, о чем мы говорили, не имел значения. Но Елизавета-то отлично понимала, Елизавета это отлично сознавала. И вот это возникновение некой идеологии, сразу же после восшествия на престол, начало некой пропаганды, пропагандистской кампании. Потому что, собственно говоря, миф о засилье иностранцев, предшествующее десятилетие, и, так сказать, о том, что весь этот переворот имел вот такую патриотическую окраску, этот миф был создан уже после того, как переворот совершился, Елизавета пришла к власти, когда нужно было оправдаться. Зачем? Почему? Да ради спасения Отечества от иноземцев. И никакие немцы не пришли в гранадерскую роту руководить славными героями. Да, Отечество ведется, Отечество ведут, вера предана, ведь если там тот же самый Амбросик говорит о чем? Она, по сути, совершает религиозный подвиг. Вера предана, Отечество отдано на растерзание иностранцев, ни о каком благе его никто не заботится. И вот она появляется, череп Петрова, который, рискуя своей жизнью, опять же присутствует, войти в то, что она была доведена уже практически, ждала до последнего, но вот уже понимая, что животу ее приходит конец, она к ней обращаются наши верные гвардейцы, и она только после многочисленных просьб, прислушавшись к ним, выступает. Она спасительница. И этот момент спасения, он легитимизирует ее власть. Не важно, что она, по сути, своей нарушает устава престола наследия, потому что ведь устав о наследии Анны и Анны, он был в соответствии полностью с телом указом Петра на 1722 года. Это совершенно не важно. Это легитимность другого рода. Она защищает Отечество, и это спасение его от бедствий, это делает ее власть законной. Это, кстати, сюжет, который затем очень четко виден в манифесте, в таком обстоятельном манифесте о восшествии на престол Екатерины II. Спасение. Если ты спасаешь, то тем самым ты становишься законным. Освобожден от всяких обязательств. Но ведь, с другой стороны, это ведь в подданных может зародить мысль о том, что если кто-то ведет Отечество не туда и делает нечто не на его, не ради его блага, то ведь, значит, такого государя можно, в принципе, и сместить. Ведь, получается, то по тексту манифесты так и есть. Если делаешь что-то неверно, то мы тебя уберем, и власть станет законной. Но ведь и подданный может прочитать, так говоря, современным языком месседж ему отправленный. И поэтому еще присутствует мотив того, что общество, потом он будет у Екатерины II, очень выражен в ее манифесте, что общество совлекается, что общество формирует некое свое мнение, оно вот ждет, оно готово действовать. Но оно долго бездействует, терпит, 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 терпит. И когда это терпение уже пришло к концу, вот оно прорывается, а государь, как бы вот еще претендент, скажем, он, услышав эти мольбы, он идет, он как бы идет за общественным мнением. Что, кстати, тоже свидетельствует о том, что оно формируется, и власть, она опосредованно признает наличие этого самого общественного мнения. Собственно, переворот, вот мы по словам переворот обычно понимаем, что это кровавый захват власти, что это горы трупов, а на самом деле было мягкое, просто собрали всех, вытеснили, грубо говоря, из Зимнего дворца. Ну, перевезли из Зимнего дворца в Елизаветинский дворец. Там, собственно, с одной стороны было несколько солдат, а с другой стороны небольшая охрана Зимнего дворца, там, может быть, десятка, полтора-два, наверное, ну, три, может быть. И вот группа товарищей, которых вывезли, вот сколько их вывезли, там, ну, вместе с арестованными офицерами, там, может быть, десяток-другой. Ну, да. Ведь арестуют еще высших чиновников, там они так, эта колонна, она так потихонечку разлетляется, астерман, с того же самого Головкина. Да, но их арестовывали не в Зимнем, их арестовывали на дамахах. Это же ночь была. Да, да, да. То есть, фактически, речь шла только о государине и все. Нет, как бы, понятно, что переворот происходит очень просто, как бы, легко. Вот, вот, вообще, вот, создается впечатление, что переворот осуществить легко. И, собственно, вот это вот ощущение легкости переворота, оно будет такой приманкой потом, уже в 60-е годы, после Екатерины, Екатерининского переворота, когда вот солдаты, те же гвардейцы будут обсуждать, а вот не совершит ли еще один переворот. Ну, а Павлов, когда его задушили, это же тоже вроде было. Это тоже переворот. С военной точки зрения, блестящая, краткая, молниеносная, кинжальная операция, и все, и пошел на луку сюда. При том, что, при том, что к этому моменту уже дворец, конечно, охраняется совершенно иначе. Совсем по другому, да. И, тем более, Михайловский замок, так сказать, и так далее, с рвом и совсем прочим. Вот, но, если говорить вот об этом, переворот 41-го года, переворот 62-го года, они происходят вот как-то действительно очень вот просто, кажется. Вот совершенно вот в России просто осуществить переворот, взять власть. Кстати, это финальная идея нашей сегодняшней передачи, даже пункт, какое место вот русской истории, какое значение имела вот эта именно легкость переворота. Это же соблазн, с одной стороны, с другой стороны, это факт исторический. Ну, как, потом другой, потом третий, это же можно по-разному оценить. Вот, правильно подать этот факт, и это была заслуга Елизаветы и ее усановников, что они правильно направили общественное мнение или настроение, точнее, обществу, или то, что мы понимаем под тем русским обществом, которые были, вот в нужное русло для стабильности общества, чтобы мирное безмолвное житие поживем. Ну, мне кажется, вот эта легкость, она до некоторой степени все-таки обманчива, потому что, конечно, перевороты 18-го столетия, это, в общем, очень сложные явления. И вот мы, собственно, сегодня, когда говорили о перевороте 41-го года, мы с вами затронули очень много разных аспектов, связанных с общественными настроениями, с внутриполитической, внешнеполитической ситуацией. То есть это очень много, так сказать, разнообразных факторов, которые оказывают влияние на то, что бы это произошло, потому что вот сам переворот, он действительно вроде бы прост, да, вот поднялась эта рота, пришла во дворец, власть сменилась, но эту роту надо было поднять. Более того, если накануне был разговор и данные фактически неоспоримы о заговоре, что стоило Астерману найти верные войска, окружить их дворцом, заманить заговорщиков? Астерман человек был, который, так сказать, своими руками никогда ничего не делал. Он болел, он в нужные моменты болел всегда. И когда ведь он, вот, Анне Леопольдовне сообщал об этом готовящемся перевороте, то его принесли на носилках к Анне Леопольдовне, вот, и он, вот, значит, ей это вот рассказывал, что переворот готовится. Вот жертвуя собой здоровьем своим, вот, несмотря, значит, на плохое самочувствие, тем не менее выполнял свой государственный долг. Вот, но он никогда бы сам не решился на подобные действия. Ему нужно было получить санкцию от Анны, и без этого было невозможно. Все-таки Анна Леопольдовна, так сказать, формально была правительницей страны. Ну, значит, сама виновата, что окружила себя такими нерешительными, я с потемкиным связанными, сравниваю, конечно, людьми, которые никогда бы не допустили, чтобы ее государы... Это целый конгломерат, это кажется, что вот, да, что они так вот легко пришли, легко их арестовали, там вроде бы есть данные, что только одного Антона Ульриха повалили, он там хотел сопротивляться, вот так немножко дали, вот их связали, перевезли в другой дворец, и все, и новая власть. А ведь общественное-то мнение есть, оно нет, но настроения в обществе должны были быть к этому готовы. Да-да-да. И элита, в принципе, должна была быть к этому готова, а на тот момент она ведь достаточно разобщена, разные группы, которыми Анна не в состоянии, Анна Леопольдовна, не в состоянии управлять. Вот ей все это скучно, неинтересно, и совершенно не хочется вот этим заниматься. Нет покоя. А здесь вот есть смысл о том, что придет некий властный волевой, хотя непонятно, каким он будет, может быть, и не властным, и не волевым, но ситуация, в принципе, изменится. Спасибо вам за беседу. Я думаю, что вот тот ракурс, который мы выбрали сегодня в подаче этой темы, переворот, а через него поговорить о состоянии общества, двора и посмотреть нашу историю, именно так, как это мы сделали, надеюсь, он был воспринят правильно нашей уважаемой аудитории. А с вами, дорогие друзья, мы прощаемся, чтобы встретиться ровно через неделю и продолжить свои экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова